здравствуйте дорогие ребята здравствуйте дорогие взрослые я рада вас приветствовать в студии волшебный пластилин на очередном мастер-классе по лепке из пластилина а в преддверии новогодних праздников я предлагаю вам слепить теплый зимний аксессуар вязаную шапочку на нашем занятии с вами нам как обычно потребуется коврик для лепки различные стеки и собственно сам пластилин для нашей сегодняшней поделки я рекомендую использовать классический пластилин так как он более твердый и лучше держит форму и так давайте приступим у меня шапочка будет сиреневого цвета я при помощи стейки от куска пластилина отрезаю небольшой кусочек разминаю в пальчиках и раскатываю в тонкую колбаску чтобы сделать шапочку мы сначала сделаем имитацию вязаного полотна для этого нам нужно накатать много-много тонких колбасок чем тоньше и аккуратнее у вас получатся колбаски тем лучше будет ваша шапочка итак вот такое большое количество колбасок я подготовила теперь из этих колбасок мы будем делать с вами вязаное полотно для начала берем две колбаски и скручиваем спиральку берем следующие две колбаски и также скручиваем спиральку и все наши колбаски нужно скрутить такие спиральки итак у меня готовы все спиральки скрученные по 2 теперь мы с вами делаем вязаное полотно просто соединяем наши спиральки между собой и стараемся это сделать так чтобы было похоже на вязанный рисунок так сильно к коврику не прижимайте чтобы нам можно было потом снять нашу поделку вот такая имитация вязаного полотна у меня получается сначала более длинные спиральки соединю так тоже да Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот такое вязаное полотно у нас с вами должно получиться. Теперь при помощи стыки я придам этому полотну форму шапочки. Во-первых, я выравниваю низ, отрезаю все лишнее. Сначала контур нарисую, отмечу сильно, не надавливая стекой. Вот такая у меня будет шапочка. Сверху я делаю полукруг. И теперь аккуратно по намеченному контуру вырезаю. И убираю лишнее. Теперь при помощи стыки я аккуратно снимаю мою шапочку с коврика. Выравниваю пальчиком края, чтобы у нас аккуратно смотрелась поделка. И теперь приступим к декорированию нашей с вами шапочки. Я сделаю отворот и помпон из пластилина более светлого оттенка. Я возьму светло-сиреневый пластилин. При помощи стыки отрезаю небольшой кусочек. Разминаю. Скатаю из него такую достаточно толстую колбаску, такую, цилиндрик такой. Расплющиваю пальчиками. Это будет отворот шапочки. Спонтрю по размеру, где нужно. Чуть посильнее расплющиваю. Заглаживаю края, чтобы ровный был. И наклеиваю внизу нашей шапочки. При помощи стыки на отвороте я нарисую вязанный узор. Сначала рисую вот такие вот вертикальные полоски. После такие галочки. И осталось делать помпон. помпон я тоже буду делать из пластилина такого же цвета как отворот шапочки отрезаем небольшой кусочек разминаю в руках раскатываю в тонкую колбаску от этой колбаски я отщипываю кусочки чтобы краешки были такие более суженые кусочки где-то ну до сантиметра длиной сильно длины не надо делать вот много-много таких кусочков делаю теперь из полученных небольших кусочков начинаю формировать помпон соединяю их в серединке а краешки оставляю свободными делаю помпон достаточно пышным примеряю я думаю что я добавлю еще немножко чтобы помпон был более объемный придавливаю его чтобы он хорошо держался на шапочке можно при помощи стыке вот такой зимний аксессуар в виде вязаной шапочки у нас с вами получился данная поделка может послужить сувениром подарком другу либо если вы захотите вы можете приделать веревочку и использовать ее как украшение для вашей новогодней елки я желаю вам праздничного настроения творческих успехов до скорых встреч до свидания